Доброго времени суток всем друзьям! Новости из США Игоря Зинберга читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот аудио-видеопроект на Патреоне. Итак, среда, четверг, 16 и 17 сентября 2020 года. В среду директор ФБР Христофер Рэй выступал на слушании в Комитете по внутренней безопасности Палаты представителей, которые были посвящены угрозам внутренней стабильности и безопасности США. Директор Рэй сделал в частности следующее заявление. Мы, безусловно, видим очень активные, очень активные попытки русских повлиять на наши выборы в 2020 году. В частности, с целью усилить разногласия и раскол. И я думаю, что разведывательное сообщество дало этому оценку публично. В первую очередь с целью очернить вице-президента Байдена, поскольку русские считают его представителем антироссийского истаблишмента. А также насильственный экстремизм на расовой почве. «В основном со стороны сторонников превосходства белой расы является основой большинства внутренних террористических угроз». Конец цитаты. Трамп ответил назначенному им, директору ФБР, в Твиттере. «Крис, вы не видите никакой активности со стороны Китая? Хотя это намного большая угроза, чем Россия, Россия, Россия. Они оба плюс другие смогут вмешаться в наши выборы 2020 года с помощью нашей абсолютно уязвимой аферы с незатребованными поддельными бюллетенями. Проверьте это!» Кристоф Рэй совершил рискованный для своего положения шаг, заявив, что находясь под присягой, то, что полностью противоречит многочисленным заявлениям Трампа и генерального прокурора Бара о том, что в выборы вмешивается не Россия, а Китай, чтобы помешать переизбранию Трампа, и что главная внутренняя угроза безопасности США – крайне левые экстремисты Антифа и анархисты. На случай не был также приглашен исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Вульф, но он на них не явился. Председатель Комитета палаты представителей по внутренней безопасности, конгрессмен Бенни Томпсон, заявил в связи с этим, «Мистер Вульф должен появиться, чтобы ответить на вопросы об иностранных усилиях по вмешательству в выборы, пандемии коронавируса и растущей угрозе внутреннего терроризма. Мистер Вульф должен быть здесь, чтобы давать показания, как это делали раньше все министры внутренней безопасности. Вместо этого у нас есть пустой стул, подходящая метафора пренебрежительного отношения администрации Трампа к столь многим из этих критически важных вопросов внутренней безопасности». Окружной федеральный судья Стэнли Бастиен в штате Вашингтон удовлетворил в среду иск генеральных прокуроров 14 штатов к почтовой службе США, ее руководителю Диджою и к президенту Трампу. Суд постановил, что все решения Диджоя, приведшие к замедлению обработки почты, значительным задержкам в доставке корреспонденций и их существенной дезорганизации работы всей почтовой службы, должны быть отменены, поскольку являются, цитата, «политически мотивированной атакой», конец цитаты, которая замедлила доставку почты по всей стране. Судья постановил, цитата, «штаты доказали, что ответчики участвуют в политически мотивированной атаке на эффективность почтовой службы. Они также продемонстрировали, и что эта атака на почтовую службу, вероятно, нанесет непоправимый ущерб способности штатов провести всеобщие выборы 2020 года», конец цитаты. В среду директор CDC Центр по контролю за эпидемиями и опасными заболеваниями Роберт Редфилд выступал на слушаниях в Сенате по поводу пандемии. Редфилд заявил, что самый оптимистичный его и CDC прогноз по поводу вакцины, она может быть одобрена к применению к концу этого года, в конце ноября, в декабре. Но затем понадобится время, чтобы запустить ее в массовое производство. По словам Редфилда, в лучшем случае массовое вакцинирование населения в США может начаться в конце второго квартала или в третьем квартале 2021 года, и только после этого страна сможет начать возвращаться к тому, что мы привыкли считать нормой. Редфилд также заявил, что наилучшей защитой от заражения коронавирусом является маска, которую нужно носить постоянно в любых общественных местах. Трамп в тот же день ответил назначенному им директору CDC, заявив, что Редфилд не прав, что он ошибается, что вакцина будет скоро, что уже в декабре будет готова 100 миллионов доз вакцины, а что носить маски для многих людей некомфортно, и поэтому нельзя заставлять носить маски. Кому верить в данном вопросе, решайте сами. Я верю Редфилду, просто потому что он специалист, опытный профессионал, который дорожит своей профессиональной репутацией. Генпрокурор Барр в интервью назвал постановление губернаторов Штатов о карантине в связи с пандемией коронавируса самым большим нарушением гражданских прав со времен рабства. Нет, мистер Барр, ваше кощунственное сравнение рабства с карантином, конечно, войдет в историю, но мои права нарушены не карантином, мои права и права миллионов американцев нарушены вами и вашим боссом-президентом, потому что мы лишены из-за вашей безответственности презрения к законам и к ценности человеческой жизни, например, права на свободу передвижения. Граждане США не могут теперь поехать практически ни в одну страну мира, поскольку их очень мало куда пускают. Почти 200 тысяч граждан США уже лишились права на жизнь. В среду Канада продлила закрытие границы США как минимум на 21 октября, и объявила также, что граница будет закрыта до тех пор, пока власти США не продемонстрируют эффективные действия в борьбе с пандемией коронавируса. При нынешней американской администрации этого точно не произойдет. Оливия Трой, бывшая советница вице-президента Пенса по вопросам внутренней безопасности и контртерроризма, покинувшая недавно Белый дом, снялась в рекламном ролике движения «Республиканские избиратели против Трампа», дала интервью газете «Вашингтон-Пост» и сказала, что будет голосовать на выборах за Байдена. Трой работала в администрации Буша, в нынешней администрации, с первых ее дней была советницей Пенса и участвовала во всех совещаниях рабочей группы по борьбе с пандемией. Трой заявила, что Трамп намеренно не предпринимал никаких мер по борьбе с пандемией, преуменьшал ее опасность, поскольку считал, что пандемия может привести к падению рынка акций и помешать его переизбранию. Американцы заплатили за это уже почти двумя стами тысячами жизней, и поэтому Трамп не может быть главой государства. В ответ Трамп заявил, что он ее не знает. В среду Федеральная резервная система пообещала покупать больше активов и поддерживать низкую учетную ставку в течение длительного срока, вероятно, в течение нескольких лет, чтобы способствовать восстановлению экономики. Основная учетная ставка ФРС остается неизменной на уровне от нуля до четверти процента и будет оставаться на этом уровне до тех пор, пока рынок труда Америки не восстановится, а уровень инфляции не вырастет до 2% и будет на пути к превышению этого уровня в течение некоторого времени. По сравнению с февралем, в стране потеряно 11,5 миллионов рабочих мест. Инфляция составляет второй квартал подряд 1,3%. Кандидаты в президенты проводили свои мероприятия. Трамп отправился в Висконсин, где прямо в аэропорту, в ангаре, переполненном несколькими тысячами своих сторонников, почти все без масок выступал в течение полутора часов. Цитата. «При Байдене будут запрещены оружие и религия». Конец цитаты. Это самое безобидное из того, что говорил президент под бурной овацией своих сторонников, которые также скандировали «Нобелевская премия», очевидно, требуя ее присуждения своему кумиру. Джо Байден выступил в Пенсильвании на встрече с избирателями, которая была организована и транслировалась в прямом эфире телеканалом CNN. Встреча была организована на огромной парковке таким образом, что ее участники приехали на машинах и, сидя в машинах, слушали Байдена, отвечавшего на их вопросы. Чтобы задать вопрос, желающие подходили к микрофону. Пересказывать выступление кандидатов, думаю, нет большого смысла. Программу Байдена я уже довольно подробно описывал. У Трампа программа состоит из лозунга «Еще четыре года». Самая существенная разница между кандидатами в том, что Байден обращается ко всей стране, ко всем американцам, обещает быть президентом для всех, представляя всех. Трамп обращается только к своей базе, мобилизуя ее, объявляя всех остальных врагами и добивая, чтобы как можно меньше людей, не являющихся его сторонниками, участвовали в выборах. Просто потому, что его сторонники, ну, это меньшинство. В четверг утром опубликованы результаты очередного ежемесячного опроса службы Гэллоп о том, одобряют ли американцы деятельность своего президента. Как и месяц назад, деятельность Трампа одобряют 42% американцев. Не одобряет его деятельность 56% американцев. Месяц назад было 55%. Деятельность президента одобряют 92% зарегистрированных республиканцев и 36% независимых голосователей. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Здоровья всем. Ну и как всегда, если вы являетесь гражданином США, регистрируйтесь на выборы в ноябре. Если голосование по посте существует в вашем штате, просите уже сейчас, чтобы вам выслали избирательный бюллетень, когда он будет готов. Голосуйте и тут же возвращайте бюллетень обратно. Также пишите в комментариях, в каком городе на нашей планете выслушайте эти сводки новостей. Новости из США Игоря Озенберга за 16-17 сентября 2020 года читал Юрий Рашкин.